Я рада приветствовать в нашей студии писателя, публициста, российского общественного и политического деятеля Николая Старикова. Здравствуйте, Николай Викторович. Здравствуйте. Николай Викторович, вы прилетели в Омск, чтобы специально презентовать здесь лично свою новую книгу под названием «Власть». Несколько слов о чем эта книга? Я постарался в этой книге рассмотреть власть как феномен человеческого общества. Не говорить об измах, капитализмах, социализмах, монархии или демократии, а рассмотреть вот тот феномен, тот стержень, может что-то руками не потрогать, что делает власть властью, что заставляет целые народы следовать за каким-то лидером, жертвовать собой во имя высоких идеалов. Вот что это такое? Вот поставил перед собой этот вопрос, постарался рассмотреть, ввел новые термины. Какие? Химия власти, физика власти, метафизика власти. Оказалось, что в современной политологии не хватает терминов. Поэтому если они приживутся, если читатели начнут дискутировать и разговаривать в этих терминах, мне будет очень приятно. Ну, сейчас вот о власти, в принципе, пишется очень много, но не всегда на деле, да, оказывается все вот так вот просто, да. Что нового вы, помимо новых терминов, сообщаете своему читателю? На самом деле мы, когда оцениваем или анализируем власть, мы очень много внимания уделяем регалиям власти. То есть для нас вот если кто-то обладает этими регалиями, значит он уже власть, он может решить все вопросы. Можно взять пример венценосных руководителей России. Екатерина II не имела никаких прав на российский престол, в отличие от своего супруга, которого она в результате государственного переворота свергла, и он после этого покинул мир. Ее сын Павел I был законным наследником престола, у него были все регалии власти, все в порядке. Тем не менее Екатерина II стала великой государыней ни одного переворота, ни одной даже попытки серьезной свергнуть ее не было. Павел I был убит в результате заговора. Значит, не только регалии власти делают власть властью. А вот что? Вот ответ на этот вопрос я и постарался дать в своей книге. Одна из самых ваших известных книг, российским читателям она известна под названием «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?» Она издана на монгольском языке. Получается, что вот ваш взгляд на исторические события, такой вот неординарный, идущий вразрез с традиционными мнениями, с традиционными оценками исторических событий, он интересен и в других государствах, и, быть может, еще какие-то книги на других языках изданы ваши? Да, мои книги выходят на иностранных языках. Но вот, наверное, наиболее экзотический вариант, вы действительно сказали, книга о генезисе нацистской Германии, «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина?» вышла на монгольском языке. Но есть книги на английском языке, и сейчас эта книга, кстати, готовится к выходу на немецком языке, что, мне кажется, очень важно, потому что в Германии понять, как Гитлер пришел к власти, какие силы его туда привели, это действительно очень важно для немецкого самосознания. Но что касается нетрадиционного взгляда, как вы сказали, то опять позволю с вами не согласиться. Дело в том, что то, что было нетрадиционно лет 5-6, когда я писал назад эту книгу, сегодня, мне кажется, совершенно очевидно. Для подавляющего большинства наших граждан очевидно, что сегодня на Украине произошел государственный переворот при поддержке Запада. Фактически его сделали не украинские боевики, а его сделали американские спецслужбы. На это были выделены деньги, дипломатическая поддержка, и создается русофобский нацистский режим. Так вот, примерно то же самое произошло в Германии в начале 30-х годов. Те же самые силы примерно таким же способом, с теми же целями привели к власти русофобов и экстремистов. Так что, к сожалению, история новейшая дает нам подтверждение того, о чем мы могли спорить еще несколько лет назад. Сегодня там спорить, собственно говоря, уже не о чем. А вот в своих книгах вы поднимаете темы, которые диктуют нам жизнь, вот такие актуальны, или вы сами выбираете, на какие темы писать? У меня очень активный диалог с читателями. Собственно говоря, на основе моего диалога с читателями сформировалась сначала общественная организация «Профсоюз граждан России», а потом была сформирована и политическая партия «Великое Отечество», сопредседателем которой я сейчас являюсь. Поэтому читатели подсказывают новые темы. В каждом российском городе у вас армия поклонников. Вот вы за эфиром сказали, что из Омска в Новосибирск отправляетесь. Как вас встретили в Омске? Как вам прием? Вы уже приняли участие в заседании сборского клуба, филиал которого в нашем городе открыт. Поездка в Омск, она такая многоцелевая. Одна из этих целей, конечно же, презентация новой книги, общение с читателями. Дальше общение с моими партийными коллегами. Есть региональное отделение партии «Великое Отечество». Я являюсь членом изборского клуба, поэтому мы сегодня провели заседание омского филиала нашей организации. Так что много целей. Встреча с единомышленниками всегда теплая. Что касается встречи с читателями, она еще только предстоит. Я надеюсь, что она все-таки будет интересной. Мы обменяемся мнениями. И те, кто прочитал уже мою книгу, хотя она вышла примерно три недели назад, может быть, уже поделятся первыми впечатлениями. Давайте напомним телезрителям, когда состоится презентация, во сколько и где. Сегодня в 19.00 в магазине «Центр книга» на улице Ленина, дом 17. Спасибо большое, Николай Викторович. Я напомню, что гостем программы «Час новостей» был писатель, публицист, российские общественные и политические деятели Николай Стариков. Ну а завтра зрители 12-го канала смогут сами задать свои вопросы Николаю Викторовичу. На 12-м канале в 20.30 стартует программа «Первые лица».